Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 7 сентября. У нас лето кончилось резко, 5 градусов по утрам, холодная роса. Короче, мы в этом году хорошо, что вовремя успели, сняли почти весь урожай. Но сегодня я хочу вам рассказать о томате, который до сих пор у меня висит на кустах. Вот он, видите, одинокий. Тут все уже убрано. Это вот, как показать-то вам, вот эта грядка на ткани, видите, все остались одни пеньки. Все мы уже срезали, убрали. А этот томат я специально не убираю и сейчас вам покажу, ой, расскажу почему. Это тоже новинка в моем огороде в этом году, называется сливка бендрика. И когда мне прислали эти семена, ну, несколько слов, как бы описание добавили, что уникален сорт тем, что при созревании он не отваливается. И все вот эти кисти, начиная снизу и доверху, могут очень-очень-очень долго храниться на кустах. Ну, сейчас Мэри все отвалит мне. Вообще, я ее не сильно сюда пускаю, но сегодня она очень сильно просилась, и поэтому пришлось ее запустить. Вот смотрите, это сливка бендрика. Я когда мне это написали, конечно, мне не поверилась, но как это? У нас обычно как? Если нижние кисти поспели, вот нижние, пока формируются верхние, пока спеют верхние, то нижние, они уже переспеют к этому времени, они уже некоторые лопнут, а некоторые отвалятся вообще. Ну, что мы видим здесь? Вот смотрите, нижние кисти, Мэри, ну не тебя же мы будем смотреть. Нижние кисти у нас не только не отвалились, они не полопались. Они такой же товарный вид имеют, как и в начале, поверьте, они вот как висели, как месяц назад, так и висят. При этом уже сформировалась и поспела вторая кисть, третья кисть, четвертая кисть, пятая кисть. Уже вот самый конец растения наступил. А нижние кисти все еще висят хорошенькие, красивенькие. И вот теперь сейчас я вам расскажу, что о нем пишут в интернете и скажу, что из этого правда, а что нет. Я прочитала. А, сначала давайте поблагодарим автора Александр Бендрик, автор, который создал вот это чудо природы. Это именно тот томат, который для длительного хранения, который прекрасно будет храниться. Но он, в интернете информация, что он для открытого грунта и для всех видов теплиц. Так как я высаживала всего два куста, вы видите, вот у меня один слева и один справа. У меня всего два кустика. Я могу говорить только про открытый грунт. Примерно метр, указано метр, метр двадцать, метр сорок. Высота. Потом. Ну, у него обычный лист. Все у него, короче, как обычно. У него необычно. Это урожайность. Он очень много вяжет плодов. Вот смотрите. Вот это у меня не два в лунку, а один. Это вот один куст. Он все идет, идет. Увешен, 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 увешен. И еще. Даже там. Короче, один куст дает очень много плодов. Даже если бы он дал не много плодов, а только за то, что он очень долго сохранился. И меняет свой товарный вид. Это уже огромный плюс томата. Когда я в интернете прочитала, что созревшая кисть может висеть от трех недель до месяца, но без каких бы изменений и повреждений, если честно, мне не верилось. Я решила проверить это все на практике и поделиться с вами своим опытным путем. И как вы видите, у нас уже все убрано, все опустело. Только одинокая сливка бендрика висит. Целая невредимая. Сегодня я ее буду тоже снимать, потому что у нас ночью уже холодные. Но 5 градусов, 4-5 градусов это очень мало, конечно. Я не хочу попробовать в замерзшем виде, как она хранится, хорошо или плохо. Все-таки я ее соберу. А верхние хочу оставить и, если что, потом положить на хранение. Теперь про хранение. Конечно, она пригодна и для приготовления салатов. Это сливка бендрика. Можно делать и все томаты, заготовки и заправки, суповые все. Но все-таки такие томаты, они идеальны для консервирования. Потому что, смотрите, как долго сохраняется она. И еще для вяленья, для сушки, заморозки и самое главное, для длительного хранения. Если бы я не стала ждать, когда она вызреет вся до конца, сняла бы ее в фазе молочной зрелости, представьте, и положить в холодный подвал, вот как я хранила, в темное место, где 7, 8, 9 градусов, 10. Она бы, наверное, пролежала 2 или 3 месяца. Но я... Вызрели они у меня именно на кустах. Мэри, нельзя с киской ругаться. Они вызрели на кустах, и поэтому для хранения она не очень... Как сказать? Но это будет не чистый эксперимент, потому что для хранения мы укладываем не совсем зрелые. А это она уже вызрела. Ой, котенка гоняет. Все, вот эта сливка бендрика, у меня она под номером 692, сразу говорю, что это моя новинка, у меня их не очень много, но вот кто ищет сорт, опять же вернемся к тому, когда спрашивают, а какие томаты не лопаются, не трескаются. Мне кажется, я, правда, ее еще не испытывала, но мне кажется, вот этот томат как раз тот, который и в консервировании будет хорош, и хранится будет хорошо. Добавлю, что вот эта сливка бендрика желтая. Есть еще, у меня один кустик в придомовой теплице, но высадила поздно-поздно, я все гадала, хватит места, не хватит места. Еще есть сливка бендрика красная, тоже такая же, такая же обильная, такая же урожайная. Подведем итог. Вот такой томат сливовидной формы, есть желтые, есть красные, средний вес 60-80-100 граммов. Пробовала, красные еще не пробовала, желтые пробовала, очень сладкие. Правда, семян у них почему-то мало, вот мне попалась малосеменная, не знаю, не знаю, как дальше, но вот такие вот томаты. У меня, видите, я вела в два ствола, потом еще третий появился. И вот эти томаты, которые некрупные, и которые мы, нам можно не опасаться, что они измельчают, можно вести и в два, и в три ствола. Они очень удобны в выращивании тем, что они вот, сейчас я встану, сколько? Так, ну я метр шестьдесят, полтора метра у меня выросли. Все, они невысокие, они заваливаются. Привязала, и посмотрите, какая красота. Обилие плодов, все-все-все увешано плодами. Это вот сливка бендрика. Кто хочет развести прекрасный сорт, который хорошо консервирует, в консервации ведет себя и длительно хранится, наверное, вот такой сорт. Да, кстати, он похож вот на добарал золотой. Именно вот такие сливовидные и перцевидные, не очень крупные томаты, они очень хорошо хранятся. В прошлом году, нет, в позапрошлом у меня лежали не сливка бендрика, а другие сливовидные. Вот сливка оранжевая, потом еще какой-то, прям до Нового года. Все, познакомила вас еще с одной новинкой. Буду когда потрошить и семена выковыривать, я вам еще постараюсь снять дегустацию. Все, до свидания. Сидираты ковосятся у нас. Мэри! Мэри, не надо так делать! Ха-ха-ха!